Итак, флотский борщ и адыгея. Кавказ хранит много тайн, одна из них притаилась неподалеку от урочища Беловодья. Это этнографический уголок на тропе к водопаду Руфабго. Вглядываясь в лица черкесов, прославивших свой род, вы вдруг узнаете, что великий русский флотоводец Федор Ушаков является потомком косожского князя Редеди. В Радзивилловской летописи указано, что в 1022 году от Рождества Крестова славянский князь Мстислав Удалой победил в поединке косожского князя Редеди, а победивший взял на воспитание сыновей его. Старший косожский княжич в окрещении Юрий взял в жены дочь Мстислава. Так возник род великого флотоводца Федора Ушакова. Причисленный к сонму святых православных воинов, Федор Ушаков заботился о своих матросах. Вот тут и начинается история флотского борща. Во времена громких побед Федора Ушакова флот был парусным. А это значит, что никаких холодильников тогда еще не было. Человечество тогда знало только несколько видов сохранения мяса. Либо солонина, либо копчение. Борщ при Федоре Ушакове варили из копченого мяса. Оттуда и название. Флотский борщ. В интернете вы сможете найти книгу госпожи Нежинцевой. Первоиздание 1907 года. Так вот там черным по белому написано. Флотский борщ варится так уж, как и малороссийский, но с копченостями. Приятного аппетита! Продолжение следует...